Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На первом плане благоустройство Анапы. Глава курорта лично контролирует ход работ и выявляет вопиющие факты нарушения закона. Представители территориальных органов самоуправления провели очередной субботник в Анапе. 1 июня – День защиты детей. На курорте отпраздновали на театральной площади. Добро пожаловать в новый парк аттракционов. В Анапе открылся новый детский парк на Пионерском проспекте. Пятый фестиваль цветов открылся в курортной Анапе. Без стыда и совести и во вред родному городу в сквере Кати Соловьяновой, где в эти дни полным ходом идет реконструкция, пойман вор. Пойман буквально за руку главой курорта. Свидетелем хищения муниципального имущества мэр стал во время объезда города. Вопросы благоустройства Анапы глава курорта взял на личный контроль. Рабочие объезды города стали ежедневными. В пятницу Сергей Сергеев провел совещание, где подверг резкой критике работу подчиненных по подготовке к сезону. Я сейчас с помощницей совершил мини-объезд и обход. То, что я увидел на набережной, то, что я увидел на Кате Соловьяновой, ни в какие ворота не лезет. Возможность убедиться в своих словах глава дал этим же вечером, проинспектировав вместе с заместителями и начальниками структурных подразделений набережную. На устранение замечаний дал неделю. Под пристальным вниманием главы реконструкция центральных улиц Анапы. В воскресенье утром мэр побывал в сквере Кати Соловьяновой. Приехал с проверкой, но на одном из участков вместо рабочих застал грузчика. Мужчина собирал демонтированную плитку и грузил ее в зеленую ниву. Успел разобрать 4 квадратных метра покрытия и аккуратными стопками уложить в багажник машины. Смотреть на то, как без стеснения похищают муниципальное имущество, глава Анапы не стал. Он заставил предприимчивого анапчанина не только выгрузить плитку, но и уложить ее на место. А затем вызвал наряд полиции. Этот мужчина не хочет показывать свое лицо, но с фактами не поспоришь. Пойманному буквально за руку и не кем-нибудь, а самим мэром отказываться от замысла поживиться чужим имуществом бессмысленно. А потому требования стражей порядка представиться и представить документы выполняет без лишних слов. Следственная группа осматривает место происшествия и составляет протокол на нарушителя. Наказанием ему станет штраф. Пока разворачивалась история с задержанием, на другом участке улицы кипела работа. Сквер Кати Соловьяновой давно ждал реконструкции, но финансирование на это было предусмотрено только через 4 года. По поручениях главы курорта были найдены инвесторы для реконструкции улицы. Один квартал мы уже выполнили. Сейчас продолжаем дальнейшую работу. Главой задача поставлена все это сделать в течение 15 дней. Переходим на усиленный режим работы. И я думаю, через 15 дней мы всю эту работу закончим. Пока же ведутся работы. Рабочие укладывают квадрат за квадратом новую плитку. Следующим шагом станет обновление дорожного покрытия и озеленение сквера. Выявлять нет работки в благоустройстве курорта. Нарушения в сфере торговли и строительства. И оперативно устранять их. Именно для этого созданы муниципальные рейдовые группы. В их составе сотрудники администрации и полиции. Ежедневно группы патрулируют город по 11 маршрутам. Пионерский проспект, Витязево, Станица, Благовещенская, Суко и городские улицы. Пока добросовестные анамчане высаживают на клумбах цветы, разбивают палисадники и альпийские горки, другие в погоне за легким рублем уничтожают всю эту красоту. Выставляя на газонах транспортное средство. Именно такое определение велосипедам дал хозяин проката. Парируя претензии рейдовой группы, требования закона и традиции города-курорта. На газонах должны быть цветы, а не велосипеды. У вас есть индивидуальные предприниматели. Можно посмотреть свидетельства? Вы сейчас в составе протокола, вы их можете обжаловать в судебном порядке. Конечно, проблем никаких нет. Поверхностно ориентируясь в законах, гражданин будто не вышел из подросткового возраста. На каждую фразу представителей закона отвечал в стиле юношеского максимализма. И совсем уж недостойное поведение проявил в общении с участковым и сотрудником службы муниципального контроля, вынуждая законных представителей власти выписывать протокол буквально на коленках. В ходе мониторинга города был выявлен факт нарушения пункта 935 решения Совета муниципального образования города-курорта Анапа. Данный гражданин на прилегающей территории муниципального образования осуществлял прокат велосипеда в неустановленном, неутвержденном дислокации месте. На данного гражданина составлен административный протокол, передан на административную комиссию в администрацию города Анапа. Данное административное нарушение предусматривает или предупреждение, или штраф в размере 1000 рублей. Нарушитель правил благоустройства города-курорта оплатит штраф после рассмотрения материала на комиссии. И велосипед из газона все-таки придется убрать. Ведь даже несмотря на убеждения этого гражданина, сомнения все же остаются. На одном велосипеде может уехать только один человек. А предприимчивый хозяин проката уверяет, умеет ездить сразу на четырех. Накануне Дня защиты детей в 12-м микрорайоне прошел субботник. Благоустраивали двор взрослые, посильную помощь оказывали дети, проживающие в микрорайоне. Организаторы Дня благоустройства – ТОС номер 27, 23 и ТСЖ дома номер 18. В преддверии Дня защиты детей маленьких жителей 12-го микрорайона поздравили с праздником. Во дворе установили новую детскую игровую площадку. Спортивный городок с горками, лестницами. Яркий из современных материалов, а главное – безопасный. По распоряжению главы администрации города-курорта Сергея Павловича у нас здесь организована реконструкция новой детской площадки. То есть это у нас называется в 12-м микрорайоне сквер-строитель. Представители ТОС номер 27, 23, ТСЖ дома номер 18 вместе с жителями 12-го микрорайона организовали субботник. Территорию под площадку отсыпали песком. Дети пока играли, разровняли песчаную поверхность. Активные помощники поработали на новый и покрасили старую площадку. Хотелось бы от имени детей и жителей 12-го микрорайона выразить большую благодарность Сергею Павловичу, что он нам помог в организации этого большого такого мероприятия. Субботник провели дружно с настроением. Дело время и сразу после установки новой площадки детвора приступила к обкатке новых аттракционов. Площадку установили вовремя, как раз к началу летних каникул. И в продолжение темы. 1 июня, в Международный день защиты детей, на Пионерском проспекте состоялось торжественное открытие детского парка аттракционов «Солнечный остров». Для гостей мероприятие клуб танцевального спорта «Луна Парк» подготовил праздничную концертную программу. На открытие нового парка побывала наша съемочная группа. Юных гостей парка встречал жонглер и клоун цирка Юрия Никулина. Почетное право перерезать красную ленту предоставили создателю, генеральному директору парка Евгению Суханову и заместителю главы Анапы Людмиле Мурашовой. Мы готовились к сегодняшнему празднику. Я бы хотел поздравить вас с праздником детства, чтобы всегда в вашей жизни только счастьем светились глаза, чтобы над вами всегда было мирное небо, чтобы было больше поводов собраться все вместе и хорошо отпраздновать, как сегодня, все дни года. От имени главы города Сергеева Сергея Павловича поздравить вас со столь знаменательным праздником. Пожелать вам больше смеха, больше улыбок, больше счастья. Будьте красивыми, веселыми, смелыми, добрыми, отзывчивыми. Всего вам хорошего. И сейчас мне доверено дать команду. Детский парк объявляется открытым! После того, как лента была перерезана, разноцветный фейерверк озарил небо. И всех гостей пригласили на праздничный концерт клуба танцевального спорта «Луна Парк». В новом парке установлены 8 современных аттракционов, прокатиться на которых могут не только малыши, но и подростки. Представления со сказочными героями, персонажами мультфильмов Диснея будут радовать детей каждый день. В велогородке все по-взрослому. Размещены знаки, дорожная разметка, чтобы дети, играя, научились соблюдать все правила дорожного движения. Сестры Евгения и Анна Петрова отдыхают в Анапе первый раз. Из детского парка домой в Москву увезут с собой самые яркие впечатления. Сейчас я жду очередь на батут. А так мне парк все очень нравится. Я уже на гусенице вот это ездила. Мне тоже очень понравилось. Интересно очень. Я сейчас покаталась на батуте. Я в прошлый раз до открытия покаталась на гусенице, на этих аттракционах. Мне очень понравилось. Очень хорошо сделано и весело. Тут, я не знаю, тут отлично все. В день открытия для детей из интерната администрация парка подготовила отдельный подарок. 100 бесплатных билетов на аттракционы, а всех юных посетителей Солнечного острова угостили мороженым. Новый детский парк на Пионерском проспекте будет радовать жителей, гостей курорта все лето. Международный день защиты детей. 1 июня. Анапчане отметили на Театральной площади праздничной программой «Анапа. Город счастливых детей». В Международный день защиты детей стартовала всероссийская акция «За мисс спортом. Стань первым». В рамках акции на Театральной площади прошла торжественная церемония открытия всекубанского турнира по стритболу среди дворовых команд и детско-юношеских спортивных школ на Куба губернатора Кубани. Почетные гости мероприятия поздравили ребят с праздником. Мне бы хотелось, чтобы вот та акция, которую мы сегодня с вами проводим, ввали так как можно больше детей в круг здорового образа жизни. Занятия, прежде всего, спортом. Для этого у нас есть все необходимое. Это и спортивные площадки летние, это оздоровительные площадки, спортивные залы и стадионы, которые сегодня открыты для всех. Власти Анапы уделяют большого внимания развитию физкультуры и спорта. В городе функционируют десятки детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов, где дети занимаются плаванием, танцами, гимнастикой, боевыми искусствами, теннисом, футболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. Учащиеся всех детских спортшкол выступили на спортивной площадке с показательными выступлениями. Гости узнали информацию о каждой школе и высоких достижениях воспитанников. Также на театральной площади в этот день работали интерактивные площадки, где проводили игры, эстафеты и конкурсы. Праздничная программа Анапа «Город счастливых детей» началась со старта юных велосипедистов «Веломалышок». Ребят веселили и развлекали герои из мультфильмов, пели песни, танцевали и участвовали в конкурсах. Но самым главным сюрпризом для участников «Веломалышка» стали бесплатные билеты в детский парк аттракционов – тысяча штук – от главы города и предпринимателей курортной Анапы. Эксклюзивные цветы и растения объединили мастеров-флористов на пятом фестивале цветочной феерии. Оранжерея работает в зале городского театра. На выставке представлены тысячи видов и сортов известных и редких пород цветов. Цветущие, благоухающие и с колючками, вьющиеся, комнатные и уличные цветочный рай разместили участники пятого Всероссийского фестиваля цветов в городском театре. Приезжают участники любителей цветов не только с нашего Краснодарского края, а вообще в принципе со всей России. У нас представлено много городов – Мурманск, Курск, ну помимо Краснодара, Славянск на Кубани, Новороссийск. У нас было представлено 10 номинаций. Три места у нас «Лучшая фиалка», три места «Стрептокарпусы», три места «Комнатное растение» и самый главный победитель – это «Бест энд шоу». Особенность юбилейной выставки-ярмарки – уникальные новые сорта растений. Селекционеры-флористы годами работают над созданием редких видов цветов. 18 лет работы с фиалками, 8 лет опыта селекционера принесли Татьяне Пугачевой победу на фестивале. Первое место за уникальный вид – фиалку «Аделина». От одного до пяти процентов успеха и вероятности вывести новый сорт цветка. Ради таких результатов флористы трудятся годами. Махровая, обильно цветущая и обязательно с зеленой каймой на соцветиях – такой вид запланировала и вывела коллега Татьяны Наталья Скорнякова. Ее фиалка – свадебное путешествие на почетном третьем месте фестиваля. Название новых цветов фиалок под стать цветам. Нежные, редкие, воздушные. На фестивале узамбарские фиалки, стрептокарпусы, глоксинии, эсхинантусы, бегонии, фикусы, гибискусы, хои, бальзамины и фуксии. Капризные орхидеи, папоротники, ампельные и экзотические растения. Сортовые садовые редкости и уличные кустарники. Бразильские представители экзотики вполне могли бы украсить клумбы курортной Анапы. Это диплодениэль Мандевилла, родина Южная Америка или Бразилия. Здесь нуждается в заносении домой, все ли это цветение. Цветок, который держит сам цветок 2-3 недели. Растение шикарное. Каждый новый сорт уже ценится по-другому. И каждый новый сорт – это новинка, интересна для себя. Минимальная температура – 15 градусов тепла для него был. И чтобы не было застоя от холода именно у корней. Не любит холоду корней и не любит сильного залива. Особенно зимой растение должно находиться как бы немножко в сухом состоянии. Еще одна иностранная гостья – Бугенвелия. Тоже теплолюбива и по-южному нарядна. Вполне прижилась бы на городских клумбах или украсила дворы анапчан. Нереально красивые и нереальные цветы из полимерной глины. Прожилки лепестков от рук мастера. И здесь же на фестивале дают мастер-класс. Бутон розы составляет из семи девяти лепестков. И уже из роз создают букеты, шедевры скраббукинга, украшения для интерьера, бижутерию и аксессуары для волос. Цветочные фантазии флористов из всей России – результат опыта мастеров целеустремленностей и таланта. Воздушное соцветие – чистейшие пробы. Результат огромного труда и терпения, оставшихся за пределами выставки. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. О том, какой будет погода в следующей сутке, расскажем прямо сейчас. Во вторник, 3 июня, в Анапе будет пасмурно, возможно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы 18-20, ночью до плюс 17 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова